Пора начинать. По логам. Капа. Пай. Парень тоже любит подраться. И спортсмен из Армении тоже. Оба такие рубаки. Интересный бой будет. У Мамеда это уже второй бой на кулаках, да? Да. Как хорошо. О, на отходе жестко Мамед пробивает. Хотя показалось, что Мигрант там парочку попаданий донес на цели. Но опустил руки, понесся вперед и тут же пропустил. Да, бой, по всей видимости, до окончания не дойдет. Капа упала. Такие очень мощно сложенные эти ребята. Вроде только начали драться, уже все в крови. Да, есть такое. Так, ну что ж, возобновляется поединок после нокдауна. Много подсобрался Мигрант после пропущенного. Ну да, потому что все-таки так лететь тоже опасно. Можно навстречу пропустить. Но у соперника так сечка такая серьезная, видимо, еще раз. По-моему, две даже. Мамеда очень хорошо работает, так уверенно, я бы сказал. Да, действительно, рассечение очень неприятное у Мамеда. Так, опять пошел вперед Мигрант. Да, слишком серьезная очень. Заливает глаза, как мешает обзору. Конечно, может очень сильно мешать это и сказываться на ходе поединка. Такое рассечение. И уже сейчас, кстати, Мигрант проваливает. Пошел вперед Мамед. Да, у Мигран довольно неудачное начало, но сейчас он вроде наградит обороты. Видимо, из-за дебюта чуть-чуть не почувствовал. Сейчас уже понял, что лучше так чуть-чуть с головой драться. Закончился первый отрезок. Ну, нокдаун был. Ну, а раунд вроде забрал Мигрант. Да, кстати, вот по поводу правил. Было буквально у меня в преддверии этого турнира побывала я немножечко на судейском брифинге. И, в общем, если раньше мы считали, что если забираешь раунд, но оказываешься в нокдауне, то счет 9-9. Нет, 10-9. Сейчас счет 10-9 все равно в пользу того, кто оказался... Ой, против того, кто оказался в нокдауне. То есть ты можешь вести раунд, но пропускаешь плюху, и ты проиграл 10-9. Но не 10-8. А если ты раунд выиграешь и нокдаун, то 10-8 или 10-8 уже счетами? 10-9, если ты выиграешь раунд и в нокдаун упал, то 10-9. Да, если ты упал в нокдаун, выигрывая раунд, то 10-9 ты проиграл этот раунд. То есть нет теперь ничейного формата. Да, если ты проигрываешь раунд и еще падаешь в нокдаун, то 10-8. Да, и минимальный счет, который может быть в раунде, теперь это 10-7. Момент, на ногах очень сильно застаиваешься, очень сильно застаиваешься. На носочках двигайся, все, встречай дальше. Взарубы больше нити, первый раунд выиграл от нокдауна. Все, первый раунд спокойно выиграл, дальше так же сможешь выиграть. Он на твои боковые попадает. Субтитры сделал DimaTorzok Ты из-за того, что на ногах стоишь, пропускаешь. Все, на носки включай, все, ты встречаешь, попадаешь, все, ты все попадаешь, когда встречаешь. В нокдаун роняешь, когда встречаешь. Спокойно, все, короткие боковые, жесткие короткие боковые. Я на рачи раунда из нокдауна, я на полюбом учел герь. Давай так, дерешься, но если только расходится чуть-чуть, мы останавливаем, хорошо? Я думаю, даже если допустят после второго раунда, мы останавливаем. Думаю, смотри, глаз закрыт, видимо, там... Нет, допустили. Я думаю, это максимум крайний раунд и все. Готов? Готов? Фарь! Если Мегрант будет делать все четко и биться туда же. Да, нужно его будет поддавливать в том же духе, но при этом не пропускать ответных ударов. Он сейчас хорошо отходит на безопасную ситуацию, но цепляет его момент. Ой-ой-ой, какая путь! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, как сильно сейчас встал, и вот сейчас уже... Сильно, как он встал так сразу. Семь, восемь. Хочешь продолжать? Да. Как тебя зовут? Берем. Хай! Характеру, конечно, в моменту то, что надо. Ох, какие пропущенные. Там с обеих сторон. Хорошо, это что за рубка просто? Да, ребята не жалеют себя. Да, середина второго раунда, а уже столько событий у нас в этом поединке. Оу, жестко от Мамеда. Просто тавгайский клинч в стиле Дона Фрай и Хонг Манчоя во времена Прайда, когда они просто встали в углу, держали друг друга за голову и наносили безумное количество ударов. Да, вот я всегда думал, вот так вот смотришь в бои, блин, страшно смотреть. А сам выходишь и дерешься, и вообще ничего не испытываешь. Да, смотреть со стороны очень тяжело, конечно. И один у другой сейчас наносит удары, пропускают, хорошо корпусом при этом работают. Вспомнили, что иногда защищаться можно. Мне очень нравится этот бой, прям пацаны красавцы. Что удивительный момент, после такой сечки собрался и закатил такую рубку. Может быть, как раз момент понимает, что есть шансы, что его снимут. Это нокдаун, это стоячий нокдаун. Все, и вмешивается в ход поединка рефери. И правильно, очень правильно останавливает этот бой судья, потому что в плачевном состоянии мигрант. Поздравляем Мамеду с блестящей победой. Просто безумнейший бой, безумнейшая рубка. Респект обоим парням. И здоровье, конечно, здесь действительно. И один, и второй оставили. И желаем мы скорейшего восстановления и Мамеду, и миграну. Сечку жесткую-то не сделаем. Не вижу ничего. Губа, походу, глаз познаю. Так, будет немножко неприятно. Так, сейчас во второе тоже. У него там все, у него сквозная рана. А я не знаю. С другой кого? Так, и мальчика с бровью тоже. Я всех забираю. Я всех забираю. Я всех забираю. Я все забираю. Так, это весьмит. Я всех забираю. Я всех забираю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даут Шамиль Джахбаров, который вернется и будет номер один... Паунд4Понда, это железо, всегда здесь. Эльхан мой брат, Максим Юдин, моим родителям любимым, Аташ, Мененватанем Азербайджане и Туркия, сезон первым и северым. Все, всем спасибо. Это был камбек и нокаут. Передаю микрофон вам в иерландский. Красавчиков! Поздравляю!